Это День Города в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема выпуска. Эхо доклада. Дороги и дворы. Главные общественные запросы рязанцев. Стальные крысы. Кто строит антиобщественные плотины? Позовите Галю или как остановить домашнее насилие? Разъясняют специалисты. Ремонт дорог и дворовых территорий, а также строительство новых детских садов. Главные общественные запросы рязанцев, прозвучавшие в докладе Николая Любимова. Эти темы сегодня обсуждают на всех уровнях власти. Ремонт дорог для Рязани – главная весенняя тема. Карта города уже пестрит общественными пометками, где и что нужно ремонтировать. Губернатора эта тема тоже волнует. И понятно, что только лишь ямочным латанием здесь вряд ли обойтись. По капитальному же ремонту Николай Любимов предложил собственную идею. Дополнительно мы задали свои вопросы. Они касались именно эффективного использования средств на ремонт и строительство дорог. Первый вопрос у нас был именно контроля за исполнением гарантийных обязательств. И губернатор ответил, что будет изменена система работы с подрядчиками. Они будут полностью отвечать за дорогу три года после того, как сделают их. И соответственно у них будет основание для того, чтобы сделать ее хорошо. Полный отказ от второй смены в школах в строительстве. Области нужны еще 14 учебных учреждений, в том числе в Касимове и Сасово. А ликвидировать нехватку мест в детских садах позволит 12 новых объектов. Самый большой на 290 мест в Рязани уже открыли. Но теперь, главное по мнению депутатов, остальные правильно разделить территориально. Здесь главная проблема не в балансе между учениками детских садов, учениками школ и количеством мест. Если мы не берем только тех, кто до 3 лет, там есть небольшая нехватка. У нас существует нормальный баланс. Но у нас колоссальный, на мой взгляд, территориальный дисбаланс. И вот это вызывает наибольшее количество вопросов у жителей города Рязани. Потому что требовать от молодых семей, чтобы они обзаводились еще детьми. И если эта семья, условно говоря, живет в песочне, а перспектива получить место в детском саду где-нибудь в Гороще, ну, знаете ли, это сложновато. Программа благоустройства в экономической повестке тоже отмечена красным. Причем где и что улучшать без самих жителей уже никто не решает. После доклада губернатора рассчитывать на дворовый ремонт сможет больше людей. Николай Любимов дополнительно направит на это 100 миллионов рублей. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Депутаты Рязанской городской думы не утвердили на должность первого зама мэра города Романа Пустовалова. Напомним, Владимир Бурмистров покинул этот пост с формулировкой «по собственному желанию». Технически за назначение его преемника проголосовали всего 20 депутатов. Против выступили двое, еще 18 воздержались. Ирония в том, что для согласования кандидатуры Пустовалова не хватило всего одного голоса. Пока что функционал первого зама передали Сергею Савину, к которому, к слову, у народных избранников и общественности тоже есть некоторые вопросы. Необычная плотина образовалась в районе Московского шоссе. Под пешеходным мостом, ведущим через реку Павловка, навалено более 20 металлических тележек, привезенных из ближайшего гипермаркета. Анна Герцовская выясняла, кто такой бесхозяйственный. В Рязани появился новый вид бобров. В отличие от обычных, они строят свои плотины из тележек, добытых в супермаркете. Но основной строительный материал – это, конечно, металл. Для чего нужны эти плотины, пока неизвестно. Эта плотина вполне может выполнять функцию мусоросборника. Ведь, по словам диггеров, рязанские водоемы завалены огромным количеством отходов. В реках и коллекторах можно встретить различные артефакты. Это остатки бытового хлама прошлых лет, а также собравшихся хлама в 60-х годах прошлого столетия. Это фабильные покрышки, это детские санки, одежда, фрагменты одежды, большое количество ила мусора, хлама, большое количество медных трансформаторов, разломных бытовых люков. Прохожие, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что тележки накапливаются в Павловке уже не первый год. По словам горожан, их сбрасывает с моста молодежь ради развлечения. 10, 11, 12. 12 тележек я насчитала с одной стороны моста, проходящего через речку Павловка. С другой стороны моста мне уже удалось насчитать 11 тележек. Рязанцы считают, что необходимо срочно заняться очисткой водоема. По наблюдениям горожан от мусора, река становится все уже. Она очень грязная и берега все ближе, ближе становится, все намельчает и мельчает. Постоянно что-то сливается, вот тут, вот с той стороны сливается. У метропарка тоже сливается какая-то вода. Не сорить нам надо, во-первых. На все наша воля. Что мы делаем, то и получается. Если популярный блогер Константин Заруцкий, более известный как академик, на протяжении нескольких месяцев боролся с настоящими бобрами на своем хуторе в Карелии, постепенно разрушая плотины бобров собственными руками и с помощью земснаряда, то рязанцам только предстоит эта битва. Заруцкому удалось добиться успеха, вернув озеро в берега. Но что будет с реками в нашем городе, пока неизвестно. Но пока блогеры борются с настоящими бобрами, рязанским бобром может стать кто угодно. Ведь эта тележка стоит на парковке без присмотра. В нашем городе множество супермаркетов, предоставляющих тележки покупателям. Возможно, это не единственное место, где орудуют вандалы. Горожане предложили свои методы по борьбе с ними. Но вообще-то магазин тоже надслеживается. Они должны вовремя собирать эти тележки, правильно? И может не будет такого бардака. Брать тысячу рублей за каждую залог, каждую тележку. Тогда народ будет возвращать на место. Пока тележки нарушают природный баланс, вопрос о том, кто должен заняться очисткой реки от них, пока остается открытым. Реки перевести в порядок можно и нужно. Нет ничего невозможного. Для этого необходимо пустить земснаряд по всем руслам наших рек. Также производить генеральную уборку всех берегов наших рек. Потому что мы же можем превратить нашу реку в Лыбите, нашу реку Трубиш. Действительно настоящую парковую зону, где можно ходить, отдыхать и прогуливаться. Под семейными парами и молодежью. По словам экспертов, если эта река и дальше будет так загрязняться, то она постепенно превратится в небольшой ручей, а затем в болотистую местность. Это, несомненно, скажется на экологической обстановке города. Анна Герцовская, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Тема насилия за последние несколько лет получила статус широко обсуждаемой не беспричинно. Череда громких событий, таких как «Дело сестер и отца семейства Хачатуряна» или «История Маргариты Грачевой» и «Серпухова», муж которой топором открубил ей кисти рук, не просто потрясли общественность. Они заставили людей задаться главным вопросом. Как действовать, чтобы подобное не произошло со мной? Специалисты и сами жертвы домашнего насилия дали свой ответ Веронике Кузьминой, которая не может больше молчать. В столице, да и других крупных городах нашей страны тема домашнего насилия освещается часто, если не сказать постоянно. В нашем же регионе данные обсуждения только набирают обороты. Наклейка «Позовите Галю» появилась на дверях общественных заведений совсем недавно. Так называется проект, который направлен на защиту женщин от нежелательного внимания. На каждой наклейке находится специальный QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт проекта и ознакомиться с полной картой безопасных мест в городе. По словам работника одного из общественных заведений, случаи, когда посетительнице требовалась помощь, уже были. Пару раз в месяц бывают такие вот звоночки. Вчера я заметил двух мужчин, которые уже были в довольно-таки нетрезвом виде и вели себя довольно-таки непристойно с девушкой с одной, которая просто подошла к бару и сделала заказ. Один из них начал просто домогаться для него словесно, начал задавать какие-то вопросы неуместные и потом, не знаю, начал замахиваться, что из нее. По задумке создателей проекта, это одна из тех ситуаций, когда посетительнице следует воспользоваться кодовой фразой «Позовите Галю». Если вы не чувствуете себя в безопасности и не хотите продолжать общение с агрессивным собеседником, обратитесь к сотруднику заведения. Услышав кодовую фразу, он нажмет на тревожную кнопку, и вам будет оказана необходимая помощь. Мы подойдем к человеку, объясним, чтобы он просто покинул заведение. Если что-то идет совсем не по плану, мы можем ее увести через черный ход, вызвать охрану или вызвать полицию, в зависимости от ситуации. К сожалению, большинство эпизодов насилия над женщинами имеет бытовой характер и не придает согласки. Значительную роль здесь играет решение самих женщин не обращаться кому-либо за помощью. И несмотря на то, что общественные стереотипы о побоях и любви давно себя изжили, поделиться своей проблемой со специалистом готовы немногие. Вот знаете, когда раньше говорили «любьет, значит любит», уже такого нет. Уже люди все равно становятся более какими-то грамотными, умными, просвещенными. Редко женщины обращаются, потому что это страх. Страх, а человек, когда сталкивается с какой-то ситуацией, когда страшно, есть три реакции. То есть убегать, нападать или замирать. Вот жертва, она замирает. То есть она становится безвольной, она не может бороться, она не сопротивляется, не убегает, ничего. То есть она будет терпеть. То есть обращаются, как правило, за помощью это или родственники, или соседи, или дети, которые вот в этой семье присутствуют. Которые даже вплоть до того, что и в полицию сами обращаются, и в опеку сами обращаются. Говорят, что мы устали жить в этом кошмаре, пожалуйста, помогите. То есть мама по каким-то причинам терпит, а мы вот хотим жить по-другому. Поэтому и статистика-то обращения не очень большая. И все это остается вот где-то там вот в рамках семьи. Наша следующая героиня попросила редакцию не показывать ее лицо, изменить имя. А только с соблюдением этих условий она согласилась рассказать свою историю. Все это началось еще дома, с детства, когда у меня мама вышла замуж за другого мужчину. И сначала до их свадьбы он казался мне внимательным, заботливым, добрым. Как только они поженились, он начал меня бить. И мама тоже перехватила эту инициативу. И они вместе как бы начали надо мной издеваться. То есть настолько были сильные повреждения, что я с синяками ходила, с разодранным лицом. Я ходила с тоналкой в школу. И мне было стыдно признаться, кто наносит мне эти вещи. Возможно, если кто-то из соседей помог бы мне, кто-то из родственников бы мне помог. Возможно, понесли бы какое-то наказание отчиму мать. Но это все нарастало с каждым годом. И в конце концов, я просто, как вышла из этой ситуации, я ответила отчиму. И я начала с ним драться на протяжении двух лет. То есть они переросли прямо в драки. И они меня били, я их била. Человек, живший подобной обстановке, будучи ребенком, зачастую сталкивается с последствиями пережитого опыта уже во взрослой жизни. Это происходит и с теми, кто был свидетелем домашнего насилия, и тем, кто систематически ему подвергался. Наша героиня именно так связывает свое прошлое и настоящее. По итогу, это насилие перетекло в общение с мужчинами. Я как будто бы притягивала к себе тех мужчин, с которыми у меня начинались такие же отношения. До сих пор осталось это состояние, при котором я притягиваю чужие нервы и раздражения специально для того, чтобы меня как будто бы ударили. Праздновали Новый год, и я на него просто газированный напиток вылила, что-то мне не понравилось, как он со мной поступает, говорит, обращается. На что он просто накинулся на меня и начал душить меня при людях, опять же таки, при знакомых, просто вот на диване. По словам специалистов, женщины, ставшие жертвой домашнего насилия, в первую очередь стоит обращаться в полицию. Помимо этого, на территории Рязанской области работает социальный центр «Семья», который оказывает помощь и поддержку пострадавшим. Можно обращаться в социальный центр, в наш центр, мы работаем с жертвами насилия, у нас есть гостиница, у нас есть отделение помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Здесь у нас есть в центре такая возможность для женщин, они могут пожить, пока решается их проблема. Проживание и питание для детей в этом центре бесплатно. Также здесь работают юристы и психологи, чьи услуги в подобных ситуациях бывают крайне необходимы. Когда юристы им объясняют, когда юрист помогает, сопровождает, то есть идет сопровождение, там, оформление документов, тогда у женщины понимают, что да, я могу что-то сделать, я могу жить по-другому. Психологи, конечно, психологически нужно женщину подготовить, потому что нужно прожить этот конфликт. Специалисты по соцработе сопровождают. То есть, пока женщина проживает с детьми здесь, то есть этот вопрос решается. Согласно данным исследований консорциума женских неправительственных организаций, в России почти две трети этих убитых женщин являлись жертвами домашнего насилия. Если вы или близкие вам люди столкнулись с данной проблемой, не бойтесь обращаться за помощью. На экране указан номер телефона горячей линии 76 00 53. На этом у нас все, еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!